Программа предназначена для слушателей возрастной категории 12+. Во власти богини музыки Альты. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В студии Томила Садыкова. И я вас приглашаю в чудесную страну музыки. Сегодня в передаче прозвучит литературно-музыкальная композиция. Прозвучит рассказ-письмо советского кинорежиссера, актера, писателя и сценариста Василия Шукшина, написанного в 1971 году. Рассказ относится по тематике к деревенской прозе. Автор смог раскрыть в нем нежность материнской любви, духовное богатство героини и ее мудрость. Читает артистка Крымской государственной филармонии Татьяна Маркина. Василий Шукшин. Письмо. Старухе Кандауровой приснился сон. Молится, будто бы она Богу. Усердно молится. О пустом углу. Иконы-то в углу нет. И вот молится она. А сама думает. Да где ж у меня Бог-то? Проснулась в страхе. До утра больше не заснула. Обдумывала сон. Страшный сон. К чему? Уж не с дочерью ли чего? К чему? Дочь Старухина, младшая, жила в городе. Работала в хорошем месте. Продавцом. Она славная дочь. Всей родне слала посылки. Кофточки импортные, шали. Даже машины стиральные. Ну, не за так, конечно. Деньги, конечно, высылали. Ну, иди нынче, допросися за деньги-то купить. Все некогда им. Вечно они там заняты. А эта находила время? Нет, она хорошая, Катерина. Так вот, с мужем неладно живут. Черт его знает, что за мужик попался. Костлявый какой-то. Приедет молчить целыми днями. Все думает чего-то, газетами без конца шуршит, зевает, ни поговорить, ни пошутить. Как лисин сухая. Дочь жаловалась на него матери. Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичих разгадывала сны. И, матушка, запела богомольная Ильичиха. Так, а у тебя иконка-то есть ли? Есть. Она, правда, в шифонере. Вынь. Вынь, матушка, грех. Чего же ее в патьмах держать? Вынь да повесь, куда положено. Как же ты так? Да жду своих. Катьку-то. Сулились. А зять-то партейный. Ну-ка докоситься станет. Плюнь. Кому какое дело? Ну, ничего нет такого в закону. Да закон-то нет. А и так-то живут неважно. Да тут я и шо? Не гневи, Бога, Кузьмовна. Не гневи. Кому какое дело? У меня их вон сколь висит. И кому какое дело? А ты ее в шифонер запятила. Без стыдница. Да не ездит никто, но и дел никому нет. С сердцем сказала Кузьмовна. Не все так-то живут. Ко мне люди ездят. Я не одинокая. Знамо. Обиделся лечиха. К ней люди ездят. Гляди-ка, наездили. Раз в год приедут, Так она из-за этого икону в шкаф запятила. Без стыдница. А ты не кричи. Чего ты рот-то разинула? Чего ты всех созываешь-то, припадочная? Кто тебе виноват и что не рожала? Это пить зло берет? Надо было рожать. Ай-ай-ай, да вы нарожали их. А толк-то? Как это толку? Вот те и раз. Да у меня же смысл был. Я же их растила, да учила, старалась. А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век, а теперь злится. Ничьи злиться теперь, а. Это вы, вон, наплодили их, да поете, ходите. Ванька не пишет, сколько денег не шлет окаянный. Зачем тогда и рожать? Лучше не рожать, не гневить Бога после. Не было у меня условиев. Я и не рожала, не все. Подкулачники-то были, куркули. Ой, знамо. О, дыряни куркулями-то никогда не живут. Где это ты куркулей-то увидела? Да вас же на волосок только не раскулачили в двадцать девятом годе. Ты забыла. Какая у тебя память-то дырявая? А ты чего гордишься, что в бедности жила? Ведь нам в двадцать втором годе землю-то Всем одинаково дали. А к двадцать девятому они ж опять бедняки. Лодыри. Ведь вы уж бедняки-то советские сделались. А вы? А вы? Поругались старушки. Ведь вот дурная деревенская привычка. Двое поругаются, А всю родню сюда же пришьют. Всех помянут И всех в раз сделают плохими И живых, и покойных. Всех. Домой старуха Кандаурова Шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у неё. Неладно. Сердце чует. Вечером Старуха села писать письмо дочери. Решил написать большое письмо. Поучительное. Добрый день. Дочь Катя, А также зять Николай Васильевич, И ваши детки Коля и Светочка, Внучаточки мои ненаглядные. Ну, когда же вы приедете? Я уж все глазоньки проглядела. Всё гляжу на дорогу. Вот, может, покажется. Вот, покажется. Но нет, не видать. Катя, доченька, Ты маленько не умеешь жить. А станешь учить вас, Вы обижаетесь. А чего же обижаться? Наоборот, мол, спасибо, мама, Что дала добрый совет. Мы тоже росли когда-то, Отца с матерей. Тоже бывало, не слушали С ихного совета. А потом жалели. Но было поздно. Ты подскажи своему мужу, Чтобы он был маленько Поразговорчивей, Поласковей. Ты скажи так, Коля, Что ж ты, дрена мать-букой-то, живёшь? Ты сядь, мол, Поговори со мной, Расскажи чего-нибудь. А то, скажи, Спать поврось буду. Старушка задумалась, Глядя в окно, Вечерела, Где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя молодую, Своего нелюдимого мужа. Муж её, Кондауров Иван, Был мужей гроботящий, Честный, Но бука несусветная. За всю-то женатую жизнь Он всего два или три раза Приласкал жену. Не обижал, нет. Но и не замечал. Старухе жалко стало Себя, Свою жизнь. Если б я послушалась Тогда свою мать, Я б сроду не пошла За твоего отца. Я тоже за свою жизнь Ласки Не знала. Но Тогда такая жизнь была, Не до ласки. Одна работа на уме. А если так-то разобраться, То по что? Ну, работа работай. А человек же Не каменный. Да если в его приласкать, Он же в три раза и больше сделает. Любое животное любит ласку, А человек-то тем более. Ты скажи, Сам угрюмый. Да на тебя глядя сын, Тоже станет задумываться. Они маленькие-то, Все на отца глядят. Как отец, так и они Походить стараются. Да я и буду, скажи, С вами с такими-то. Мне, мол, что тогда? Самой с собой остается разговаривать. Да что уж это за мысли такие День-день ской думать и думать. Ты скажи, Ослабани маленько голову-то Для семьи. Чего думать-то об чем? Ну, ладно бы. Думал, думал, додумался. Большим начальником сделался. А то так. Сбоку припек. Чего уж тогда И утруждать ее головушку-то. Если бы она не приспособлена Для этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты скажи, будешь думать. А я буду возле тебя сидеть, В глаза тебе заглядывать. Да пошел ты от меня подальше, Сыч. Я скажи, не кривая, не горба-то я сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон сейчас, скажи, приоденусь, да на танцы и завьюсь, будешь знать. Да сударчика себе найду, скажи. Скажи ему так, скажи. Скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками. Ты в милицию. Ему живо хвост прижмут. Это ничего, что он сам в милиции. Ему тоже прижмут. Семяныч не чикаются. Это не старое время. Это раньше бывало. Тьфу, и писать-то про то неохота. Нет, скажи. Ты у меня жив повеселеешь, Столб грустный. Ты меня за две улицы встречать будешь с работой. А не изменишь свой гранитный характер. Вон тебе дверь. Вымитайся. Иди на все четыре стороны, читай газеты. И молчи, сколько влезет. Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку. Если в ней справиться, гони в три шеи. Пусть летит без оглядки ступеньки, считает. Старуха вдруг представила, Что письмо это читает ее задумчивый зять. Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла. Хорошо играла. Ей негромко подпевал незнакомый женский голос. Господи, думала старуха. Хорошо. Хорошо на земле-то как. Ах, хорошо. А ты все газетами своим шуршишь, все думаешь чего-то. Чего ты выдумаешь? Ничего ты не выдумаешь. Лучше вон, на гармошке научился играть. Читай, зятек, почитай. Я тебе скажу, проугрюмися всю свою жизнь. Глядь, помирать надо. Послушай меня. Я век прожила с таким, как ты. Нехорошо так. Нехорошо так. Чяжело. Я тут про тебя всякие слова написала. Прости, если внечаянно задела. Но все-таки, образумься. Чяжело так жить. Она же мне дочь родная. У меня душа болит. Мне тоже охота, чтобы она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавль, все думаешь? Ты живи, да радуйся. Да других радуй. Я не про службу твою говорю. Там не обрадоваешь. А про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас. Жду, не дождусь. А если ты опять приедешь такой задумчивой? Огрею шумовкой по голове. У тебя мысли-то перестроятся. Это я пошутила, конечно. Но правда, возьми себя в руки. Приезжайте скорей. У нас тут хорошо. Лучше всяких курортов. Не серчай на меня. Я же тоже все думаю, не стой тебя. Ну, мне-то хоть есть об чем думать. А ты-то чего? Господи, жить да радоваться. А они... Ну, приезжайте. Ну, приезжайте. Жду вас. Как Христов дня. Жить мне осталось мало. Я хоть порадуюсь на вас. Одной-то шибко плохо. Время долго идет. Ну, приезжайте. Целую вас всех. Баба Оля. Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стал смотреть в окно. А за окном уже Ничего почти не видать. Только огоньки в окнах. Теплый, сытый дух исходил от огородов и пылью пахло теплый, остывающий. Вот тут, на этих улицах прошла жизнь. А давно ли... О, Господи! Ничего не понять. Давно ли еще была молодой? Вон там, недалеко. И теперь закоулчик сохранился. Там. Ванька Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него. Еще бы разок все бы повторилось. Черт с ним, что угрюмый. Он не виноват. Такая жизнь была. Работал мужик. Не пил зряшно. Не дрался. Хороший. Квасов тот по бойчей был. Зато попивал. Да нет ничего там. Ничего бы другого. Не надо бы. Еще бы разок все с самого начала. Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки, встала и пошла разбирать постель, поспать. А там еще день будет. Может, правда, приедут. Все скорей. Старая. Старая, сказала она себе. Гляди-ка, еще раз жить собралась. Видали. И я. Гляди-ка, еще раз жить собралась. Вы слушали рассказ «Письмо» Василия Шукшина, читала заслуженная артистка Украины Татьяна Маркина. Слушайте шедевры мировой классики. Тамила Садыкова, Радио Крым. Там, в краю далеко, Есть у меня жена. Миленький ты мой, Возьми меня с собой. Там, в краю далеко, Назовешь ты меня сестрой. Милая моя, Взял бы я тебя. Там, в краю далеко, Есть у меня сестра. Миленький ты мой, Возьми меня с собой. Там, в краю далеко, Назовешь ты меня чужой. Милая моя, Взял бы я тебя. Там, в краю далеко, Чужая ты мне не нужна. Там, в краю далеко, Чужая ты мне не нужна. Милая моя, Взял бы я тебя. Там, в краю далеко, Чужая ты мне не нужна. Там, в краю далеко, Чужая ты мне не нужна. То мое сердечко стонет, Как осенний лист дрожит. Извела меня кручина Под холодная змея. Догорай, моя лучина, Догорю с тобой я. Нежитью мне здесь безмилой, С кем пойду теперь к венцу? Знать судил, Судил мне рок с могилой, Обвенчаться молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok